Один-два раз, ещё раз, художник и деньги. Ну, художник – это всегда была прежде всего профессия, а картина – предмет для продажи. Во времена Возрождения, ну, в Европе, в Италии художников было немного, поскольку круг заказчиков был довольно ограничен, за каких-то приходилось даже активно бороться, слать резюме и хвалить себя, ну, известное письмо Леонардо да Винчи Лудовика Сфорца. Определённой конкуренции была. На получение заказов могли повлиять не только личное расположение покровителя, мецената, не только универсальность, как у Леонардо, который мог проектировать орудия и механизмы, передвигать здания и писать картины. Не только профессионализм в работе с разными материалами и работоспособность, как у Микеланджело, не только изящество, тонкость, скрупулезность, как у Рафаэля, но и, грубо говоря, поведение, где, скажем, не очень хорошо показал себя, например, Караваджо после убийства на дуэли человека, попал в немилость, скрывался, лишился заказов. А иногда была важна педантичность, масштабность, умение собрать и организовать команду, какая была у Рубенса. Но это действительно была команда, поскольку назвать учениками Ван Дейка, Снейдерса, Йорданса, но это слишком мелко. Это была бригада профессионалов. Рубенс, имеющий вес при дворе, набирал заказы, команда работала. Маэстро дописывал, подписывал, получал, делил. Показательно, что в какой-то момент Ван Дейку стало тесно на вторых ролях, и он уехал в Лондон, удовлетворяя тамошний спрос на портретную живопись. Рубенс уехал из Антверпена, Ван Дейк вернулся, Рубенс вернулся, Ван Дейк уехал. Делили поле. А в Северных Нидерландах, в Голландии того времени, живопись ценили. Традиции покупать картину, традиция была присуща не только бюргерам, но и обычным горожанам и даже крестьянам. А это, надо сказать, вообще уникальная ситуация, чтобы картину можно было купить за двухнедельное жалование служанке. Коллекции богатых людей исчислялись сотнями картин. А спрос, как известно, рождает предложение. Поэтому в маленькой Голландии, по данным Гильдии Святого Луки, в 17 веке было официально зарегистрировано 3000 художников. Часто большую прибыль художники, ну, как, например, Альбрехт Дюрер, извлекали не из продажи редких станковых картин, а из рисунков для гравюр, где дело касалось тиража. Но варианты были разные. В Англии при Рафаэлите стали возить и показывать работы за деньги. А Милле вообще продал права на свою картину «Мир ребенка» или «Мыльные пузыри», как она потом стала называться. Компания A&F Pierce разрешает добавить логотип и использовать ее как рекламу мыла. Будущие известные художники начинали зарабатывать по-разному. Миссанье поставлял торговцам живописные работы по 5 франков за квадратный метр. Фортуни раскрашивал скульптуру. Моне рисовал шаржи. Многие начинали с продажи крохотных открыток за бесценок. А вот Айвазовский, будучи уже известным художником, создавал такие оригинальные открытки, фотокарточки с прорезью, куда вставлялась вручную исполненная миниатюрная картинка, удовлетворил спрос. Сувенир, зато авторский. В Париже 19 века продажа картин была поставлена на поток. Ежегодный салон работал как престижная ярмарка. Попасть, выставиться в салоне означало не только получить возможность показать свою картину огромному числу зрителей, не только прочитать отзыв о ней в газете, не обязательно лестной, это все равно реклама, но и найти потенциального покупателя. Ну, проходная способность огромная. При этом помимо салона в Париже действовало множество галерей и прочих точек продажи картин. Полотна приобретались парижанами и приезжими. Это тоже стало модным в какой-то момент с появлением туризма. Именно в этот момент дилеры сделали ставку на местную оригинальную живопись, на импрессионистов, позиционируя их как некую визитную карточку. Художники второго ряда тоже работали со своим дилером по долгосрочным контрактам, сдавая ему картины упрощенной живописи, стандартизированных размеров, по оптовым ценам, по 20 штук в месяц. И в России во второй половине 19 века передвижники стали возить по стране и показывать свои картины за деньги. Больше показывали, чем продавали. Писали, бывало, по три повторения сразу в надежде на возможность, на возможные продажи. Ну, сообразно географии, собственно, этих самых передвижных выставок. Ну, а кому можно было продать? В Питере – Царю, в Москве – Третьякову. Непроданные, зависшие картины возили еще по 12 городам. Киев, Харьков, Казань, Нижний Новгород. Там купить картину мог богатый купец или промышленник, которых увлекали трогательные, веселые и грустные картинки про русскую действительность. И которые, как и народ, кстати сказать, были далеки от всяких возвышенных аллегорических тем и уж тем более западных измов. Колоритная жанровая сцена, небольшого формата, пейзаж стали модными и востребованными в интерьерах богатых домов конца 19 века, в отличие, кстати, от натюрморта. Тем не менее, Федотов, Саламаткин, Саврасов, Врубель, Коровин и еще много кто постоянно нуждались в деньгах. Не помогало даже преподавание. А реальных покупателей в России было не так уж много. Сильно подразорившееся к концу 19 века дворянство по инерции еще платило деньги за небольшие камерные семейные портреты. Этот жанр давал относительно стабильный доход. Остальные, ну там какие-нибудь отставные вояки, по-прежнему заказывали свои портреты при получении очередного знака за выслугу лет, но уже частенько просто дописывали награды к старой работе. Крупные парадные портреты, а тем более серии и галереи могли позволить только приближенные к царской фамилии. То есть малое количество профессиональных художников в России можно объяснить не только более поздним по сравнению с Западной Европой развитием профессии, не только более чем скромным количеством учебных заведений, но и отсутствием спроса, низкой покупательной способностью широких масс. То есть в отличие, скажем, от Голландии 17 века, вся царская Россия при всей ее территории вряд ли прокормила бы 3000 художников. Ну сейчас, наверное, могла бы. Так что пора возрождать профессию. С нуля.